спроник в главную больницу республики. Пока здесь нет ограждений, как, к примеру, в Эжевенской больнице, где уже несколько десятков официально подтвержденных случаев. На территорию больничного городка сейчас можно проехать и пройти беспрепятственно. Но в здание посетителей уже не пускают. Бдительный охранник, увидев съемочную группу, выходит из больницы и предупреждает о карантине. Говорит, только принимает передачи от родственников. Все ходы, кроме основного, закрыты. Куда вообще никто не заходит, только одни рабочие и все. О новых случаях заражения нам рассказал временно исполняющий обязанности губернатора. Мы сегодня отрабатываем все контакты у этого человека и работникам больницы, и по тем пациентам, которые лежали с ним. Говорить о том, что у нас сегодня очаг, и о том, что у нас сегодня республиканская больница закрыта, потому что там существует массовое заражение, абсолютно неправильно. Пациенты, которые сейчас находятся на лечении в коме республиканской больницы, подтверждают. Им запрещены перемещения внутри отделений. Полный карантин. У нас никого в палате нет. Лежим по одному человеку. Всех, кого выписывали из больницы с отрицательным анализом на коронавирус, отправляли на двухнедельный карантин. А в Эжвенской больнице идет дополнительный набор персонала. Требуются хирурги, пульмонологи, терапевты, фармакологи. В больнице остается 217 пациентов. Из них у 48 подтвержден коронавирус. По Эжвенской больнице далее у нас совершенно понятная ситуация. Как только мы по последнему пациенту закончится 14-дневный карантин, больница будет отмываться, будет проводиться заключительная дезинфекция. И далее больница будет снова вводиться под ковидный госпиталь. Были нарушены эпидемические мероприятия. Соответственно, эти нарушения были зафиксированы. И сейчас проводятся мероприятия по их устранению. В республике дополнительно разворачивают инфекционное отделение на 95 коек на базе построенного здания Коми-Республиканского онкологического диспансера. На 200 мест станет больше в обсерваторах на базе профилакториев.